Всем здравствуйте! Я рада, что вы зашли ко мне в гости. Сейчас будет очень коротенький обзор Пеларгонии, потому что, ну, ничего не цветёт. Ну, вот так вот. Ангел. Нравится мне уже, вам говорила. Я не буду его поворачивать, все вы знаете, как он выглядит. Что хочу ещё сказать, что вот этот ангел, который москитовой Лизе, он второй раз набирает бутоны. Я хочу его осенью начеренковать и посадить в такое же одно большое кашко, но очень-очень быстро пересыхает вот в этом горшке. Хочу сделать вот такое красивое сооружение, такой же красивый куст, потому что всё-таки ангелы в моих условиях хорошо цветут. Хотя, может быть, вот это у меня самая солнечная сторона, поэтому здесь в Пеларгоне, в принципе, неплохо цветут. Мини Диана вся в бутонах. Красивая. Сейчас я попробую настроить фокус. Белоснежная. Знаете, такое облачко. Издалека вроде смотришь, и получается красиво. Я не стала ей менять местоположение. Думаю, здесь цветёт хорошо, много цветоносов, значит, ей здесь нравится. Ну и пусть. Так, в этом году, я не знаю, что творится, может быть, конечно, жара. Очень много бутонов отсушил вот этот ангел. Я их все убрала, они просто пожелтели, уже в зачатках. Вот он, буквально несколько цветов, как обычно, он увеличивает. Вот они. То есть из одного маленького растёт и вот ещё побольше. Покажу вам, как пожелтели вот на этом, на спорте. Вот видите, они прям желтеют. И всё, и они дальше не растут. Они мягкие. Вот ещё крупный цветочек. Красота. И бессоня нежная. Хороший полноценный цветонос. Здесь ещё не до конца распустил. Вот второй. С кустом, правда, здесь темновато внизу. И пожелтели вот, видите, листья. Ничего не поделать, у меня непрозрачный балкон. Вот так бывает. Здесь Ирида Морковкин Блюз. Шапки вот не очень большие. Это вообще маленькая. Но как есть. Денис. Все бутоны заморозились. Либо от жары, либо опять от скачков температуры. У нас то, я не знаю, то 19 градусов, то 35. Я их все поудаляла. Не люблю я такие цветоносы. Здесь опять Анна Жанет раскрывается. Но я думаю, в этом же видео, может быть, в другом, покажу вам попозже. Если она опять не отсушит. То есть она тоже вот в таком состоянии заморозила свои бутоны. Но это на жаре. У нас сегодня опять 30 градусов. А завтра дожди проливные. Не знаю. Я смотрела прогноз погоды у нас в Москве на сентябрь. Вроде показывает весь сентябрь. Еще теплый. И где-то в первых неделях октября уже нужно будет их заносить. В этом году у меня какая-то напасть гусениц. Всю шведку сожрали. Вы представляете? Вот просто смотрите. Это вот сожранные листья. Я два раза снимала гусеницу. Вот пожранные. Просто все вот объели. Это какой-то кошмар. Я уже ее посыпала октарой. Ну, не октарой, а искрой золотой. Ну, там то же самое, что в октаре. Плюс еще какие-то микроэлементы. Не знаю, может, еще не дошло до корней. Но почему-то они полюбили именно шведку. Она на солнышке сейчас розовая. Два цветоноса. Я ее пересаживала. Там еще какой-то... Ну, вот они тоже маленькие у меня в этом году цветоносики. В прошлом году было получше. И гусиные лапки все-таки. Хорошо у меня цветет относительно. Вот смотрите, когда света не достает, он почти белый. Вот с этим кустом я не знаю, что делать. Я хочу его привести в порядок. И, наверное, буду продавать. Это... Забыла. А, Ivory Snow. Ну, это невозможно. Я не могу на это смотреть. Он все время оголяет стволы. Не растет. Я уже пересаживала его. Ну, не растет у меня этот сорт. Там маленький огонек формозом. Всего один цветочек. Поэтому нечего там показывать. Сейчас я вам хочу сравнить с гусиными лапками. Конечно, цветочек маленький. Не знаю, как вам сравнить, показать. Но я считаю, что в моей коллекции вот два одинаковых мне не нужно. Да, у них разные листья. У этого более узкий. Тут как три пальчика. У золотого ключика четыре пальчика. Но они в одинаковой расцветке. Поэтому я, наверное, оставлю себе золотой ключик. А гусиные лапки буду черенковать. Вот он. Для меня почти такой же. Ну, и, конечно, две красотки у меня цветут. Я их поставила себе на вид. Это Salmon Contess и Salmon Queen. Мне больше нравится Contess, когда она без солнышка. Когда она почти белая. Она как-то нежнее смотрится, чем вот более загорелая. Хорошие у них цветоносы. Крупные. Ну, вот их оставлю. Пусть будут. А тут сплошная зелень. Ну, вот так вот у меня. Не знаю, что вам сказать. Вот еще Леонов и Вероль. Ну, что это? Цветонос получился, знаете, какой? Почему все время айфон теряет фокус? Я его фиксирую. Вот посмотрите. Он получился кривой. То есть он не выстрелил, а как бы вот получился прямо на стволе. И поэтому цветочки закрывают листики. Опять у меня вот этот вот лососевый цвет. Я люблю его. И поэтому у меня очень много лососевых. Сейчас я попробую вам показать рядом с Маурин. Вот Маурин у меня расцвела более-менее прилично. Ну, потому что куст относительный и не оброс. Жду, когда смогу срезать с него нормальные черенки. Ну, да, различаются, конечно. Но Маурин стоит совсем на солнышке. А эти вот два цветочка непонятные. Ну, крупные, крупные. Что я могу сказать? Была бы шапка, было бы здорово. Я боюсь, я в этом году ничего уже не увижу. Многострадальная моя зебра Ли упала уже у меня несколько раз. Бутон отсушила, соответственно. Тоже, блин, ждать ее до следующего года. Произошла у меня здесь небольшая перестановка. Перевесила я свою плюшку. Я убрала отсюда фуксию пестролистную, желтолистную. Я ее пристроила. Уж очень она крупная, не подходит она мне. Последнее, что вам покажу, это пак Лилла Кроус. Один цветонос уже отцвел. Здесь вот второй. Конечно, она очень крупная, а шапки очень жидкие. Не знаю пока. Очень длинную ветку тут отрастила. Буду ее срезать. Крупная, конечно. Там теперь фуксии висят. И на солнышке жарится. Ну это кошмар какой-то. Ну кто так орет на улице. В общем, вот, показала вам обзор. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста, что я редко показываю пеларгонии. Может быть вы пришли на мой канал из-за пеларгонии. Но не хочу снимать часто. И показывать один и тот же цветок, крутить в руках. Вот. В этом году не хочу. Поэтому снимаю редко. Все, на этом все. Пока.